Пару лет назад сотрудники Дома-музея Яна Райниса специально к 9 мая разработали экскурсию для слабожан и гостей города, рассказывающую о том, как жил Слободской в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия эта тематическая, посвящена Великому празднику Дню Победы. И она посвящена тем событиям, которые происходили во время Великой Отечественной войны в нашем городе Слободской. Событиям и людям. Экскурсия начинается на набережной у памятника неизвестному солдату. Здесь рассказ об одном из героев Великой Отечественной, 19-летнем пареньке Викторе Косолапове. Наш земляк, будучи совсем юным, но уже в звании старшего сержанта, отличился во время битвы за Днепр. Его отделение на подручных предметах переправляется через Днепр под огнем противника и закрепляется на плацдарме, который был необходим нашим войскам для переправы с одного берега на другой. Целую неделю его отделение сдерживает натиск фашистов. О наших патриотически настроенных земляках рассказывает и следующая страница истории. Связана она с райвоенкоматом. В годы военных лет он находился в этом здании. 22 и 23 июня вечером в городском саду прошел митинг молодежи, после которого в райком комсомола поступило 21 заявление от девушек-медицинских сестер. С 23 по 26 июня на фронт ушли первые группы слабожан. С 1 октября 1941 ушел всеобуч по военному делу. Обучали мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Всего было подготовлено стрелков более 4 тысяч человек, снайперов 314, пулеметчиков 342 человека, минометчиков 120, истребителей танков 86, автоматчиков 227 человек. Райком Красного Креста подготовил 110 сандружинец. 223 медсестры, из них 40 человек было направлено для работы в военно-санитарные поезда. Идем далее, узнаем, что кадры военной хроники показывали в кинотеатре «Аврора». В здании типографии в годы Великой Отечественной было размещено столичное издательство «Дед Гиз». А здесь, на территории женского монастыря, располагалась школа подготовки разведчиков и диверсантов. Уже после Великой Отечественной войны в наш город приезжал известный военачальник Георгий Константинович Жуков. Города Киров, Котельнич и Слободской готовились к обороне. Здесь создавались огневые точки, намечались места для баррикад. Было вырыто около 30 километров траншей и было построено 23 запасных аэродрома. В те годы на северо-востоке области в селе Бисерово была обнаружена группа диверсантов. Интересная информация и о госпиталях, которые базировались в нашем городе. Их было четыре. Встречать первый пояс с ранеными пришел весь город. Надеялись увидеть кого-то своих родных, братьев, отцов. Вспоминали очевидцы о том, что боль в сердце была очень сильной. Слободские школьники часто бывали в госпиталях. После уроков они приходили дежурить. Ухаживали за тяжелобольными, читали им книги, выступали с концертами, писали письма родным, беседовали, готовили к праздникам подарки. Это лишь немного из жизни нашего города. Больше историй о Слободском в годы Великой Отечественной можно услышать от сотрудников дома-музея Яна Райнеса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!